Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале Захотеть Похудеть. Прежде чем вы перейдете к просмотру видео рецептов меню на день для снижения веса, хочу ответить на два вопроса, которые вы мне задаете чаще всего в комментариях в последнее время. Первое касается воды и второе касается моего самого любимого напитка кофе. Итак, начинаем с водички. Было много вопросов относительно действительно ли горячая вода помогает в снижении веса. У меня уже есть такое видео, просто найдите его и посмотрите. Там все очень подробно. Повторяться не имеет смысла, поскольку уже этот материал есть на канале. Вчера пришел комментарий с вопросом. Мне подписчица написала, что не могу разобраться, воду необходимо пить в течение дня постоянно или только тогда, когда я испытываю жажду. Вот здесь я хочу заострить ваше внимание на том, что ни в коем случае не доводите свой организм до того момента, когда вы будете испытывать жажду. Я сейчас не буду говорить какими-то там научными словами. Во-первых, это долго. Во-вторых, это никому не нужно. В-третьих, это нудно. Я вам объясню простым языком, как я всегда это делаю, чтобы всем было понятно. Привожу пример. Если человек ощущает боль в определенной части своего тела, это сигнал о том, что в его организме что-то не в порядке. Жажда это то же самое. Это сигнал о том, что ваш организм находится на начальной стадии обезвоживания. Поэтому зачем доводить до болевых симптомов, зачем доводить до начальной стадии обезвоживания, когда ты можешь в течение дня, даже если ты не водохлеб, пить 2, 3, 4, 5 глотков воды. Никто не говорит, что ты должен выпивать стакан через каждые полчаса. Но для того, чтобы не было обезвоживания, водичку необходимо пить в течение дня. Наш организм состоит на 60-65% из воды. Многие не задумываются над тем, что при дыхании, при потоотделении, при мочеиспускании мы теряем жидкость, мы теряем воду. Если мы что-то теряем, запасы необходимо пополнять. И когда уже твой организм сигнализирует о том, что тебе хочется пить, что у тебя пересохло во рту, это не есть нормально. Взрослый человек в течение дня, и это не мои слова, это научно доказанные факты, вы можете найти информацию самостоятельно в интернете, чтобы убедиться и прочитать более развернуто относительно воды. Взрослый человек должен выпивать в день от 1,5 до 3 литров воды. У меня в день получается, когда немножко меньше 2 литров, когда немножко больше. Некоторые зрители меня критикуют, особенно после просмотра моих тарелочек. На завтрак у меня очень часто присутствует кофе. Я никогда не скрывала, что я очень люблю этот напиток. И вы пишете, что кофе вреден для здоровья. Кофе вымывает кальций. И кофе слишком возбуждает, после него не уснешь. И вообще, кофе лучше вообще исключить, когда ты находишься на правильном, на диетическом питании. Я очень тщательно подхожу не только к своему питанию, но и к своему здоровью, к своему внешнему виду. И объясню сейчас, почему кофе остается в списке моих самых любимых напитков. Я уже пятый год нахожусь на интервальном питании. И у меня никогда за это время не было проблем с желчным пузырем. Не было горького привкуса во рту. Не было никаких неприятных ощущений. А знаете, по каким причинам? Первое. Я пью теплую воду, потому что она стимулирует выработку желчи. И я пью кофе. Кофе улучшает работу желчного пузыря. Затем в состав кофе входят такие витамины, как В1, В2 и витамин ПП. Это никотиновая кислота. Никотиновая кислота играет большую роль в процессе похудения, потому что она влияет на всю пищеварительную систему, улучшая ее работу. Также она помогает обмену холестерина и выработке эритроцитов. В кофе содержится хром. Хром, я думаю, ни для кого это уже не секрет. Именно этот элемент отбивает тягу к сладкому. В кофе содержится фосфор. Фосфор необходим нам для костей. В кофе содержится магний, который благоприятно влияет на нервную систему. В кофе также содержится марганец, кобальт и калий. Мои хорошие, запомните, пожалуйста, кофе не вымывает кальций из организма. Кофе препятствует его усвоению. И поэтому, если вы хотите выпить чашечку ароматного, бодрящего кофе, и чтобы ваша пища, в которой присутствует кальций, усвоились, так сказать, получить приятное с полезным, то пищу, содержащую кальций, молочные продукты, творожок, сыр, желательно употреблять через час после чашечки кофе. Полезная норма употребления кофе считается это 3 чашечки кофе эспрессо. Можно, конечно, пить ристретто, но его там совсем мало, он очень горький. И этот вариант я не очень люблю. В чашке кофе эспрессо, вот для тех, кто любит поспорить относительно содержания кофеина, если этот кофе приготовлен из зерен сорта арабики, будет содержаться всего лишь 1,2% кофеина. Если вы предпочитаете рубусту, там будет 2,7% кофеина. Но аналогичная чашка черного чая будет содержать 4% кофеина. Если говорить о содержании кофеина и брать за пример одинаковые пропорции чайного листа и кофейных зерен, то в чайном листе содержание кофеина составляет 3,5% и в зернах кофе всего лишь 2%. Ну, а сейчас отправляемся на кухню и будем готовить наш завтрак, обед и ужин. Всем доброе утро! Сегодня на завтрак у меня овсянка в порции 150 грамм, кашу варила на миндальном молоке и чашечка кофе эспрессо. Всем желаю приятного аппетита и встретимся за обедом! Сегодня буду готовить рыбу, запекать в духовке с овощами и с лимоном. Этот рецепт у меня есть на канале в различных вариациях, но тем не менее покажу, как я это буду делать. Здесь у меня чуть больше килограмма красной рыбы, но это не принципиально. Можно взять любой сорт рыбы. Можете взять жирных сортов, можете взять более диетическую рыбку, такую, как хек, но если будете готовить хек, то желательно сверху смазать растительным маслом, иначе она будет очень сухой. Затем у меня здесь небольшой кабачок цукини, как вы видите, и четвертинка сладкого перца. Лимона на вот это количество рыбы мне понадобится, сок половинки вот этого лимона. Также я сверху буду использовать вот этот соус, и поэтому рыбу я солить не буду, но если у вас соуса такого нет, или вы решите готовить рыбу без соуса, а только с солью, то можете использовать пряности для рыбы, или самую обычную соль. На рыбу я выдавила вот половинку лимончика, порезала кубиками перец, выложила также, как вы видите, в форму, и кабачок измельчила вот на такие тоненькие пластики ножиком для очистки овощей. И сейчас я тоже полностью покрою всю рыбку кабачками. Для пикантности совсем немножко соуса. Разогреваю сейчас духовку на 200 градусов, и запекаю рыбу, накрываю фольгой, чтобы овощи не подсохли. Примерно буду запекать минут 40-45. Необходимо смотреть по готовности. Я ничем не смазывала, и воды также не добавляю, поскольку рыба, во-первых, это жирный сорт рыбы, и второе, кабачки дадут сок в процессе приготовления. Полностью готова. Как видите, и рыбка сок дала, и кабачки сок дали. Вот абсолютно не добавляла воды, а соус в рыбке есть. Сейчас покажу, как будет выглядеть моя порция сегодня на обед. Поскольку норму по сложным углеводам я выполнила уже за завтраком, поэтому сегодня у меня будет протеиновый обед. И состоит он из растительных и животных протеинов. Кусок рыбки у меня потянул на 220 грамм. Затем здесь 60 грамм красной фасоли и 20 грамм свежего огурчика. Всем желаю приятного аппетита и увидимся за ужином. Сегодня на ужин у меня будет моя любимая цветная капуста, приготовленная на пару. В этой порции почти 300 грамм. Чтобы получилось 300 грамм, мне пришлось добавить 6 оливочек. Если вы не любите цветную капусту, просто отварную или приготовленную на пару, то можно будет сделать вот такой вариант. Оливок не добавляете, но капусту, приготовленную на пару, или просто отварите, можно обмакнуть в кляре, приготовленном из яйца и с добавлением овсяных отрубей, немножко соли. выкладываете на бумагу для запекания и в духовочку на функцию гриль буквально 3-5 минут максимум. И получится цветная капуста, вот как многие хозяйки делают, обваливают ее в муке, потом в яйце, потом снова в муке и обжаривают на растительном масле. Чтобы убрать калорийность, я использую иногда такой рецепт, о котором я вам только что рассказала. Но если уж говорить, положа руку на сердце, то цветную капусту я могу есть с огромным удовольствием вот так вот просто, приготовленную на пару. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, хорошего вечера и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok